Этот деревянный самолет появился на прогулочной площадке детского сада номер 284 вместо колодца из автомобильных покрышек. Они украшали участки более 20 лет. В шинах работники сада разбивали клумбы, делали из них импровизированное физкультурное оборудование. Всего 40 автомобильных покрышек из сада недавно вывез благотворитель. Наша была задача просто всех их собрать на хоздворе. Подъехала машина, погрузили и все покрышки были вывезены из детского сада. В общем-то, в качестве благотворительной помощи. Вместо них появились где-то маленькие постройки, видно из дерева, где-то клумбочки, которые были огорожены уже пластиковыми заборчиками, купинлинами. То есть, ну, где-то просто получилась чистая площадка, посеянная травкой. В сентябре депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в правила благоустройства города. В силу вступил запрет на использование автопокрышек в садах, школах и на детских площадках во дворах. Шины относятся к четвертому классу опасности, поэтому просто вывезти на свалку их нельзя. Сбором и утилизацией в Ижевске занимаются несколько лицензированных фирм. Они вывозят покрышки в Чайковске, где их уничтожают. Чтобы сдать 15 покрышек, их владельцам нужно заплатить в среднем 3 тысячи рублей. Не все бюджетные учреждения имеют на это средства. На начало учебного года у нас в детских садах было более 8 тысяч покрышек, но сегодня у нас осталось их порядка 4,5 тысяч. И, конечно, эту работу, спасибо нашим руководителям, они начали самостоятельно, изыскивая средства из бюджета, если у них есть это на муниципальном задании, изыскивая средства у благотворителей, отдельных физических и юридических лиц, и часть помощи оказали нам родители. Тех же, кто не избавится от покрышек, будут штрафовать. Наказание до 2 тысяч рублей для жителей и до 250 тысяч рублей для юридических лиц. До 1 июля в Ижевске действует мораторий на штрафы. За это время управляющие компании, собственники и руководство образовательных учреждений должны рассчитать, сколько средств им нужно на вывоз вредных отходов. И если получится, сделать это самостоятельно. Собрание они хотят привести до 30.01.2022 года, для того, чтобы было решение, и можно было уже утилизировать данные покрышки в рамках либо фонда данного жилого дома, либо, допустим, будут какие-то доп. средства собирать жители. Что касается различных дошкольных, школьных учреждений, то будут определяться деньги из муниципалитета для того, чтобы данную работу можно было выполнить. Ну, соответственно, доля лично-дорожной сети, это уже стезя служебного устройства. Городские власти надеются, большая часть старых шин с придомовых территорий исчезнет после весенних субботников. Анна Ковырезина, Павел Яскин. Новости.